МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите главные новости года, который принес нам необычные испытания. Автомобильный мир уже никогда не будет прежним, но каким он будет, мы поговорим чуть позже. А начнем этот выпуск с обзора главных событий 2020 года. Первым звонком из нового времени стала отмена Женевского автосалона. Причем отменили его за считанные дни до открытия, когда большинство стендов уже были готовы. И в 2021 году выставки тоже не будет. Вместе с Женевским отменились Нью-Йоркский, Московский и Парижские автосалоны. В прошедшем году автошоу были только китайскими в Ченду, Гуанчжоу и Пекине. И это совпадает с тенденциями на штормовом российском рынке. По итогам года продажи должны упасть примерно на 10%. Но удивительное дело, китайские марки не просто растут на фоне общего падения, а растут на десятки процентов. Совокупная доля китайских марок за год выросла вдвое, примерно до 4%. Лидирует марка Хавейл, которая за пару лет из-за аутсайдера превратилась в массовый бренд. Это единственная китайская марка, у которой есть собственный завод в России. В минувшем году Хавейл вносил правки в локализованные кроссоверы Хавейл F7 и F7X, поставил на конвейер рамный внедорожник Хавейл H5 и вернул в нашу страну материнскую марку Great Wall, начав продажи пикапа в Wingel 7. Завод компании Geely находится в соседней Беларуси. Но если компактный паркетник Clure обосновался именно в Борисове, то купеобразная и премиальная Tugela останется импортной. Пробную партию машин собрали на Bell G, но серийные поставки решено ввести из Китая. Неудивительно, при цене в 2,5 миллиона, Tugela едва ли будет массовой, но зато приучит покупателя к понятию «китайский премиум». А привыкать придется. Намечается целый сегмент, в котором теперь есть и премиум бренд Cherry Exit, с пока единственной моделью TXL. Основная же марка Cherry порадовала нас новым флагманом Tiga 8. Рвется в премиум и марка Gag из Гуанчжоу, развернувшая продажи большого кроссовера GS8 и минивена GN8. Впрочем, главными поставщиками новостей для нас остаются Kia и Hyundai. Корейские марки берут не только качеством, но и количеством, методично заполняя все свободные рыночные ниши. Kia вывела на рынок и компактный паркетник Seltos, и среднеразмерный Kia Sorento IV, и наследника Optima седан Kia K5, и глубоко модернизированный рамный внедорожник Mahab. Петербургский завод Hyundai в несколько приемов отпраздновал десятилетия. Отчасти торжества совпали с рестайлингом родственных моделей Hyundai Solaris и Kia Rio. Причем хэтчбэк Kia Rio X-Line после модернизации называется просто Rio X. Под конец года новинки Hyundai посыпались как из рога изобилия. Объявлены цены на новое поколение Elantra, собирают предзаказы на флагманский Payless Aid, но большинство этих машин в реальную продажу попадут только через несколько недель. Марка Renault в этом году распродала последние импортные кроссоверы Kaleos, и теперь предлагает в России только модели локальной сборки. Главные новости нас ждут в 2021 году. А пока модернизирован компактный Captur, который избавился от двухлитрового атмосферника и старого автомата, и вслед за Арканой получил турбомотор и вариатор. Главная же мировая премьера французов, третье поколение Логана и Сандера, пока представлено только в Европе. О российских перспективах можно только гадать. Но ждать эта модель точно стоит. Skoda будет едва ли не единственным западным брендом, который по итогам 2020 года покажет в России рост продаж. Неудивительно, весь модельный ряд обновился почти целиком. Компактный кроссовер Skoda Karoq отныне выпускается на мощностях газа в Нижнем Новгороде. Флагманский Superb постепенно расширяет гамму доступных модификаций. В Калуге стартовал и серьезно обновленный Рапид. Но если для Skoda модернизацию Рапида едва ли можно приравнять к смене поколений, то для родственного Volkswagen Polo все именно так и есть. Ведь прежний кузов седана отправлен в отставку, а новый Polo – это пятидверная машина и фактически клон Рапида. Представленную под конец года Octavio поколение А8 российский рынок пока не распробовал. Ведь к дилерам отправилась одна единственная версия, а выбор появится только весной. К тому же в новом поколении Octavia лишится кузова Universal. В России их не выпускают, а импортировать невыгодно. К слову, наши украинские соседи разнообразием версий буквально избалованы. И уж совсем грустно для нас выглядит европейская гамма, которая в этом году пополнилась заряженной Octavia RS в трех версиях – бензиновой, дизельной и подзаряжаемой от розетки бензоэлектрической RS iV. Аналогичные машины выкатил Volkswagen. Это восьмой Golf в версиях GTI, GTD и GTE. Сколько из них будет в России, расскажем через пять минут. На собственном же заводе группы Volkswagen, что под Калугой, началась сборка обновленного и внезапно подешевевшего Тигуана спустя всего несколько месяцев после европейской премьеры. Помимо этого, на российский рынок вышел обновленный седан Passat и новое поколение джеты. А вот флагманский Arteon поставил грустный рекорд. Вышел летом, а уже осенью был вычеркнут из прайс-листа. В мировом же масштабе Volkswagen занят освоением своей электрической платформы MEB. Готов собственный хэтчбэк ID.3, собирает заказы кроссовер ID.4. Представлены и родственники Skoda Enyaq и Cupra Elborn. Возвращение Opel в Россию получилось скомканным. Отчасти из-за коронавируса, отчасти из-за невнятного модельного ряда. Ведь первыми в продажу поступили коммерческие модели. А единственный кроссовер Grand Land объявился только летом. Но дальше больше. Ведь мировую премьеру справила Mokka. И вместе с ней и новый фирменный стиль марки Opel. Зато у новых хозяев Opel, французов, год выдался неплохим. Еще в марте Peugeot 208 примерил титул «Автомобиль года» в опустевшем выставочном павильоне Женевы. И открыл тем самым сезон онлайн-презентаций. Плановый рестайлинг кроссоверов Peugeot 3008 и 5008 оказался удачным как минимум внешне. И эти машины уже доступны в России. Заказывать можно и младший паркетник 2008. А довершает обновленную гамму старый Peugeot партнер, который вдруг вернулся в Россию, но теперь уже не импортным, а собранным в Калуге. Тем временем Citroёn продолжает смелые эксперименты с дизайном. Свежий C4 сыграет одновременно в классе хэтчбеков и кроссоверов. В премиум-сегменте много шума наделали новые увеличенные ноздри машин BMW. Представлена четвертая серия, а седан М3 заложил бомбу под будущий рестайлинг третьей серии. И еще больше вопросов к будущему дизайну марки оставляет первый электромобиль на специально разработанной платформе – кроссовер BMW iX. Обновленный Mercedes-Benz E-класса приехал в Россию в разгар ковидных ограничений и чуть не остался незамеченным. Зато шумную премьеру S-класса заметили все. Ведь Россия оказалась в числе приоритетных рынков, а самым ценным клиентам уже предложили топ-версию S-класса – Mercedes Maybach. Rolls-Royce Ghost в этом году сменил поколение, отдалился от BMW и технически породнился с другими моделями марки. Компания Bentley с опозданием начала продажи седанов Flying Spur и вывела обновленную Bentaygo. А еще 20-й год вернул к жизни сразу несколько легендарных названий. Первый из них – Land Rover Defender. Выход внедорожника на российский рынок растянулся на много месяцев. Но теперь желающие могут подивиться не только ценам, но и реальным автомобилям у дилеров. Тем временем в Америке воскрес бронка. И не просто как Ford, а сразу как дочерний бренд с широкими перспективами. В гамме заявлены две модели – настоящий рамник Бронко, который только собирает заказы, и кроссовер Бронко Спорт, который уже можно купить. Флагманский джип Грэнд Вегонер дебютировал в виде концепт-кара, но замысел такой же – историческое имя намерено вырасти в отдельный бренд. А вот в новом поколении американского бестселлера – пикапа Ford F-150 – нет ничего ностальгического, если не считать многолитровых моторов V8. Зато у Форда впервые запланирована чисто электрическая версия. В России же продажи электромобилей исчисляются сотнями. И погоды на рынке не делают. Но, оказывается, это единственный сегмент, который стабильно растет и завидными темпами. Ауди отправила к дилерам серийный кроссовер E-Tron. Тот самый, где за доплату можно поставить видеокамеры вместо зеркал заднего вида. Porsche предлагает купить четырехдверный Taycan и сильно дешевле, чем в родной Германии, ведь весной в России и всем Евразийском Союзе обнулились пошлины на электромобиле. Похоже, что русская зима и бескрайние просторы без зарядных станций электрификацию не остановят. А коли так, то в будущем к нам непременно пожалуют и другие массовые модели на электротяге. Благо, свои электрические платформы готовят не только Volkswagen, а вообще все. Альянс Рено Ниссан представил уже серийный кроссовер Ария. Его аналог под именем Megane и Vision пока концепт, но это ненадолго. Природа настолько очистилась, что в ней нашлось место возрожденному Хаммеру. Конечно же, электрическому и пока под маркой GMC. Одним пикапом дело не ограничится. В планах и внедорожник, и бог знает, что еще. Но дым отечества нам сладок. ГАЗ в этом году постепенно осваивает новое поколение ГАЗЕЛЕ с приставкой НН. В продажу пошли микроавтобусы СИТИ и, что неожиданно, серийные электроверсии. Наконец-то разморожено сотрудничество с Volkswagen. Теперь немецкие двухлитровые дизели ставятся на ГАЗЕЛЬ, а вместе с ними и шестиступенчатая коробка с собственной газовской конструкцией. АвтоВАЗ отметил 50-летие производства автомобилей и преодолел отметку в 30 миллионов машин. Модели Datsun в России больше не выпускаются. А еще компанию покинул шеф-дизайнер Стив Маттин. Москва стала мировой столицей каршеринга. Не владеть, а делиться – это наш новый автомобильный коммунизм и суперидея. В краткосрочную аренду предлагается множество моделей, причем в гонку включились автопроизводители. Сервисы подписки освоили Kia, Hyundai Genesis, Porsche, Volvo и даже УАЗ. Нужды каршеринга учитывают не только старые автопроизводители, но и новички в легковой теме. Электрический хэтчбэк Кама-1 оказался первой за много лет действительно новой отечественной разработкой. Проект и прототип профинансировало государство, а серийные машины через 3-4 года получат службу каршеринга в крупных городах. Пока что вместо частных электрокаров в России развиваются общественные. Москва окончательно демонтировала троллейбусную сеть с многолетней историей и массово закупают батарейные электробусы. Полная замена случится через 3-4 года, пока вместо основной работы рогатых машин взяли на себя дизельные автобусы. Но мы запомним этот год как смену вектора. Электротранспорт в России теперь развивается в ином направлении. А еще в минувшем году в России продвинулось сразу несколько дорожных мегастроек. Закончена основная часть трассы Таврида в Крыму. Открыта почти вся центральная кольцевая дорога вокруг Москвы. Благодаря строительству обхода Лосева и Павловска ликвидирована одна из эпических пробок на южной трассе М4 Дон. Реформа ОСАГО продвинулась до индивидуализации тарифов. Наводят порядок и системы учета транспорта. Ликвидирован вечный учет, когда машины продолжали числиться за умершими людьми. ГАИ строже следит за автомобилями на иностранных номерах. И регистрировать машины разрешили в МФЦ. Профессиональному спорту в этом году пришлось тяжело. Однако, несмотря на отложенный старт, Формула-1 выдала один из самых интересных сезонов за всю свою историю. В этом году в королевских гонках гонялся Даниил Квят. В следующем в команде ХААС будет Никита Мазепин. И подрастают молодые таланты. Пилот СМП Рейсинг Роберт Шварцман отлично провел дебютный сезон в Формуле 2. Выиграл 4 гонки, занял 4 место по итогам чемпионата и учтет ошибки в следующем году. Пилоты СМП Рейсинг удачно провели сезон и в гонках на выносливость, выиграв командный зачет чемпионата GT World. Каким будет 2021 год? В нем точно будет больше интернета. Покупка автомобиля онлайн, которая еще год назад казалась бессмысленной, становится серьезным инструментом. С другой стороны, ковидные ограничения вернули интерес к личному автомобилю, который уже почти перестал быть объектом мечтаний, выпал из триумвирата квартира машины дачи и в мегаполисе казался ненужным. Теперь своя машина – это снова ценность. Лишь бы автопроизводители предложили что-нибудь интересное. В анонсах событий 2021 года пойдем по порядку. С буквы А. В начале февраля в Россию приехал дорогущий Aston Martin DBX. Ну как приехал, приманил публику и исчез. Так что поставки начнутся не раньше февраля. И это если не случится очередных ковидных ограничений. Марка Audi наконец предложит нам новое поколение семейства А3. Куда уже традиционно входит не только хатчбэк, но и седан. Для многих А3 может стать их первой Audi. А вот другие машины RS6, RS7 Sportback и RS Q8 точно выберут лишь настоящие фанаты марки. Отступим от алфавита. Сразу перейдя на букву М – Mercedes. Mercedes никак не привезет обещанный и даже сертифицированный электрокроссовер EQC. А вообще у марки на следующий год запланирован целый выводок электрических новинок. И некоторые из них явно отправятся в Россию, чтобы не отставать от коллег по премиальному цеху. А еще нам придется привыкнуть, что премиум бывает даже китайским. Во всяком случае, синтетическая марка Cherry Exit предлагает считать ее премиальной. Список доступных моделей скоро пополнится еще двумя. Флагманская VX и компактный LX. В Geely тоже решили поиграть в премиум, выведя свою Tugello. Но основную кассу ей делают Coolray и Atlas. Благодаря которым марка даже стала китайским брендом номер один в России. На 2021 год намечено усиление позиций с приходом улучшенного Atlas Pro. К чьему статусу точно не возникает вопросов, так это Chevrolet Tahoe. Огромный внедорожник подзадержался, перебираясь через океан. Но ждать его определенно имеет смысл. Ведь впервые за 20 лет он предложит и дизельный мотор. Мы стали забывать, но Chevrolet бывают не только дорогими, но и массовыми. В качестве примера приведем паркетник Tracker, который, возможно, зайдет в Россию через Узбекистан, где налаживают его сборку. При адекватном ценнике Tracker вполне может стать народным, как и Havail H6, который на своей родине, Поднебесной, носит статус самого востребованного кроссовера. А мы ждем третье поколение. Kia на смену модели Carnival приготовила не просто минивэн, а кроссвэн. И скоро мы сможем оценить, что же это такое. У родственной марки Hyundai свои новости. Первым после Нового года придет рестайлинговый кроссовер Santa Fe. А через пару месяцев, уже весной, дебютирует четвертое поколение Tucson. В середине года нас ждет главная премьера года – новая Creta. Остаемся в Азии. Mazda после откровенного провала последней тройки на нашем рынке взялась за ум. Новый кроссовер CX-30 благодаря локализации во Владивостоке получит вычет по утилизационному сбору. И, соответственно, примерят приятный ценник. Ниссан тоже понимает, что без локализации нынче никак. Поэтому будущий X-Trail, который пока представлен лишь за океаном, обязательно получит питерскую прописку. А его соседом станет Qashqai следующего поколения, на который ниссановцы уже устали намекать. У Mitsubishi по поводу местной сборки свое мнение. Если обновленный Pajero Sport непременно встанет на конвейер завода под Калугой, то посвежевший Eclipse Cross будет экспортироваться из Японии. Хотя больше всего мы ждем Outlander. Он, как известно, будет родственником упомянутого X-Trail. В бюджетном сегменте одной из главных премьер должен стать Renault Duster. Второе поколение показали на франкфуртском автосалоне аж с 2017 года. Но сейчас кроссовер наконец доберется до России. Разумеется, в локализованном виде. Представленный в Америке кроссовер Volkswagen Taos оказался родственником известной только в Китае длиннобазной Skoda Karoq, но с оригинальными элементами кузова. Нечто подобное мы встретим и в России. Интересно, что российский офис не захотел оставаться без иконы. Поэтому сейчас готовят выход восьмого гольфа. Родственник гольфа, каблучок Кэдди, тоже сменил поколение. Он, наконец, отказался от рессорной подвески сзади. Теперь там стоят пружины. Скоро проверим, как эти метаморфозы сказались на комфорте и грузоподъемности. Несколько премьер готовят даже родной автоваз. Глубоко обновленный Lada Largus пока предстал лишь на единственном снимке. А впереди полноценная премьера. Также толком до сих пор не представлена модернизированная Нива, вдруг получившая приставку Travel к названию. А все потому, что старушка Lada 4х4 тоже станет Нивой. Только Нивой Legend, то есть легендарной. В середине года ждем фейслифтинг Весты. Как уже удалось выяснить, благодаря вездесущим шпионам, флагману марки перепадет оптика от новейшего Логана. Стоп, скажете вы, а как же электрические модели? Спокойствие, только спокойствие. Корейская Hyundai выведет целый суббренд IONIQ. Так что фанаты вольтов и амперов не останутся без новинок. Несколько месяцев подряд мы урывками рассказывали, каким будет обновленный кодекс об административных правонарушениях. Что ж, скоро узнаем не только на бумаге, но и на деле. Главной дорожной стройкой 2021 года, безусловно, станет новая платная трасса М12 Москва-Казань. А если случится что-нибудь еще, все новости расскажет и покажет канал Автоплюс. Автоплюс